Тимур, поздравляю с подписанием. Расскажи, как ты разошел вариант с нашим клубом? Спасибо большое. Вышли на меня руководство клуба и тренер. И такой долгий разговор был. Долго общались, обсуждали перспективы мои в этом клубе. И снова полагающий фактор стал тот, что меня тут ждали. И думаю, все получится. И уже хочу поскорее, можно сказать, ворваться на поле и показывать лучшую игру. Школа, можно сказать, у меня неплохая. Академия Коноплева меня еще в возрасте 12 лет забрали к себе в Тольятти. Там была высшая, можно сказать, школа и академия, куда собирали лучших игроков со всей России. На тот момент, я думаю, даже входило в топ-3 по России. И оттуда уже 14 лет забрал и ЦСКА. Ну и, наверное, уже становление как футболиста произошло в ЦСКА от Академии до первой команды. И застал хорошие времена и в ЦСКА, и обладатель Суперкубой России. То есть, хорошие воспоминания. И главное, что дали хорошее футбольное воспитание. Ну, ЦСКА это большой клуб, где очень большая конкуренция. Плюс много качественных иностранцев, легионеров приезжают в этот клуб и не так просто. На тот момент были шансы. У всей молодежи стали подтягивать много молодежи. Но у нас было слишком много хорошей молодежи. И не всем удалось закрепиться. Но у каждого свой путь. У кого-то получилось там, у кого-то нет. Да, это получилось после ЦСКА. У меня еще оставался год контракта. И проявили интерес несколько клубов из-за границы. И на тот момент Дэвид Асшемберос, наверное, он большую часть моих переговоров вел. И тоже хотел увидеть меня именно в этом клубе. Но там, к сожалению, немножко травмы подкосили меня. И не смог реализоваться. И уже из-за этого вернулся в Россию. Не сходился, наверное, как-то с тренерами. То есть конфликтных ситуаций никогда не было. Но не знаю, не знаю, с чем связано. То есть всегда отдавал себя на полную. Не могу сказать, честно, в чем причина. И, наверное, в поисках нового счастья приходилось так менять клубы. И ни о чем не жалею. Сейчас у меня новый этап карьеры. То есть я думаю, все получится. После неудачного опыта во втором дивизионе России хотел что-то поменять. Не хотел опять попадать, наступать на те же грабли. И решился на такой шаг. Но там тоже, к сожалению, немножко не получилось. Даже не по моей вине. Там был некий бардак в клубе. И всю команду поменяли. То есть я там бессилен был. После чего я уже попал в Беларусь. Честно, сильно сомневался, когда сюда ехал в Беларусь. Но уже по приезду Юрий Йосифович Пунтус много бесед со мной провел. И, можно сказать, заново вдохнул меня уверенность. И на самом деле была неплохая команда. Может, где-то опыта ребятам не хватило. А так, все понравилось. И чемпионат понравился. И качество полей. Ну, в общем и целом, все понравилось. И думаю, тоже продолжить Беларусь этот сезон. Были разные варианты. Но все-таки уже этот чемпионат ближе по духу мне. И перешел, можно сказать, в команду сильнее уровнем. И думаю, в этом году покажу еще лучше его. Ну, на самом деле очень много отрабатывали стандарты. И, ну, обладая неплохой передачей, так сказать, со стандартов. И, ну, доля везения еще агрессивно начали. Плюс очень сильно понравилась атмосфера на стадионе. Люди, ну, на тот момент было много народу на стадионе. И шумно была атмосфера. И, наверное, это подстегнуло. Так агрессивно начать. Хотели доказать, что можем играть. И все так случилось. Ну, наверное, под нападающий центральный полузащитник. Играть могу и с краю. Но самое комфортное, наверное, в центре поля. Ближе к атаке. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»